Субтитры сделал DimaTorzok И мне писали врачи, которые этим занимаются И они согласны со мной однозначно в этих вопросах Многие разумные врачи Иван Панов пишет Если организм здоровый и питание видовое То паразиты не будут поселяться в таком организме Хоть поросе босиком ходить, хоть с кошками, собаками жить Было такое мое видео, ответ Михаилу Советову Я его очень уважаю, как разумного, адекватного человека Но не мог не сказать на ту глупость, которую он выразил Вот подобного рода А ведь люди в основном вот отсюда и берут От него в том числе вот такие себе оправдалки Чтобы об этой теме не думать Видите, тут ведь неважно, мясоед человек или веган Если он уносит в новую свою, ну в пищевом плане жизнь Свои же глупости, заблуждения Скажем, пытается себя обманывать Ну в том, в чем он желает себя обмануть Чтобы успокоиться А это неправильный подход принципиально, да? Неважно, кто вы по питанию То тогда вот такие люди попадаются на эту уловку И выражают свои не мнения, а бред Потому что, например, ну давайте вот еще раз Ну, например, человек заразился апистархозом Вы чего? Совсем безмозглые, чтобы не понимать Что это животное Многоклеточное, сложное животное Имеет такие защитные оболочки Какие вы зачастую, люди Не имеете со своей кожей И другими приспособлениями, да? Что проникаясь в пищу В живом виде Это существо моментально выполнять Начинает свою биологическую задачу А по типу питания Апистарх это паразит Который поселяется в печени И он начинает есть клетки печени Ему пофигу Какой вы имеете тип питания Адекватный, неадекватный Ваши клетки будут также делиться Просто с меньшим количеством ошибок Чем у мясоедов, скажем Организм более чистый То есть от шлаков, токсинов, эндогенных ядов, да Но биохимические процессы идут те же самые И вот апистарх, попавший к вам в печень Он будет также есть у вас клетки печени Как у алкоголика Как у мясоеда Заядлого Или как у вас Великолепного моносыроеда, к примеру И ему по барабану на ваш иммунитет Что такое иммунитет? Это наши клетки иммунные Лейкоциты, макрофаги и так далее Которые могут уничтожить Только другой одноклеточный организм Или молекулу Структуру маленькую Они не могут напасть на гигантский организм Очень хорошо защищенный Я вам более того скажу Те же трехинеллы, окукливаясь в мышечной ткани Они вообще неуязвимы Никакие препараты Даже хлорка отчасти их не может уничтожить Так просто Но только в таких дозах, что человек умрет моментально Так вот Механизмов защитных у разных видов паразитов много И в своей лекции по паразитам я досконально и подробно это объясняю Как происходит цикл заражения Какие механизмы Анкилостома именно кожу прогрызает Прям на ноге кожу прогрызает Идет в кровеносный сосуд Идет по крови И соответственно цепляется Либо там панкреатический проток Кстати отсюда могут быть панкреатиты В том числе и паразитарных состояний То есть причин И общий желчный проток И печень и так далее Аскоридам, к примеру Вообще наплевать на то, что вы едите Потому что они просто пьют вашу кровь Продырявливая кишечник И просто присасываясь Пьют кровь каждый день У человека им наплевать на то, что вы едите А также к примеру Собачьи аскоридии Совершенно наплевать тоже Что вы едите, как вы живете Ваш образ жизни их не волнует Они в определенной стадии личинки Мигрируют по лимфатической системе На глазное дно И питаются там Большими количествами бета-каротина Который там накапливается В специальных тканях Как вы знаете Органы зрения потребляют много Бета-каротина и витамина Ну поэтому, собственно говоря Ничего удивительного Они питаются этим Вывести их оттуда сложно, но можно И совершенно наплевать Какой образ жизни вы ведете Напишите, как ваш организм Отвергнет аписторхов Как целые клиники Пытаются лечить От этого на призаболевание Или от лемблиоза И даже химически очень сложные Очень ядовитые токсичные вещества Их зачастую не убирают из организма Напишите мне этот механизм Попробуйте доказать Давайте вам пересадим Например, токсокар или аскорид И потом сделаем Проведем анализ До и после Вот вы идеально на видовом питании Что бы вы ни ели Давайте попробуем Будут они у вас после или нет Ну давайте сделаем такой эксперимент Я поинтересуюсь Через несколько месяцев Что с вами будет происходить Юрий Андреевич Меня зовут Снежана Слушай ваши лекции Стала веганом Муж, дочь, дядь тоже Смогла убедить Слушать лекции ваши Соседку 62 года ей Но вот проблема в чем Она не хочет пить Антипаразитарную программу Надеется убрать паразитов Сухим голоданием Я в шоке Вот слава богу Я это письмо зачитал Ответьте мне пожалуйста Можно ли убрать паразитов На сухом голодании Заранее благодарна На сухом голодании Организм испытывает Скажем так Определенный стресс Он испытывает Дефицит определенных Питательных веществ А тем более жидкости Это еще надо уметь Правильно подготовиться К сухому голоданию Иногда оно может быть полезно Результаты есть Конечно есть Но есть очень отрицательные Результаты Тоже надо честно сказать Но поймите Что такое голодание Я сто раз про это говорил Как можно Вот тем более Вы мои лекции слушаете Ну как же Вы же сто раз Должны были от меня Уже слышать Люди Категорически никогда Не проходите Длительные вообще голодания А тем более сухие Если вы не прошли Антипаразитарную программу Ну вот моя лекция Очищение и голодание Я досконально подробно Там все объяснил Более того Даже для тех Кто много любит есть Силу в себе не видит Снизить потребление Просто даже объема Съедаемой пищи в день Слаб характером человек И вот я даже для таких Там поясняю В этом видео Как сделать так Чтобы вы без усилия воли Смогли поголодать А потом изменить Перейти на другой вид питания Тем более даже Если у вас повышенная масса тела То вам это будет сделать легче В этом смысле Ну а что касается Сухого голодания Конечно нет Еще раз Аписторхи например Живут в печени Едят клетки печени Да им не важно Как вы там питаетесь Или голодаете Это вообще бред Это самообман Дешевый, низкий От которого люди Многие платят Со своим здоровьем Это очень прискорбно Это очень неправильно И поэтому я категорически призываю Посмотрите Вот это мое видео Четырехчасовое Ну хоть бы вы поняли Как передаются Паразиты От например там Животных к человеку От предметов К человеку Например с обувью Уличной к человеку Дом Как происходит заражение От человека К человеку Некоторыми паразитами Из рыбы и мяса Там и так далее И вы хоть посмотрите Циклы Я же там про циклы Говорю Вот этот круговорот Заражение Тех или иных Основных видов паразитов Поймите Нет вариантов других Кроме как пройти Полную комплексную Антипаразитарную программу Которые будут И обязательно Препарат Действующее Вещество Гриб лисички Это вещество Хиномоноза Полученное Лабораторным путем А не молотый Гриб лисичка Как некоторые до сих пор Думают Почему-то Но это и травы И так далее Это вот этот набор Полный набор Если вы хотите Конечно серьезный К этому вопросу Подайте А не так Юрий Андреевич Добрый день У меня во время приема Лисичек С трутовиком И шитаки Почти перестали болеть Глаза И это не совпадение Вы не подскажете С чем это может быть связано Надеюсь Эти боли Больше не появятся Так как они На протяжении Года и более И никак не связаны С телефоном Или компьютером Так считает человек Безусловно Речь идет Кто не понимает О программе Антипаразитарной Туда входит Гриб лисичка Препарат Гриб шитаки Гриб трутовик Да лиственничный По каждому из этих Трех видов Баздиальных грибов У меня есть Три отдельные Видео На моем канале В ютубе Но суть в том Что Это программа Антипаразитарная Очень важная Для каждого человека Но есть и побочные Эффекты Действия Вот Никита Петренко Сказал У него улучшилось зрение Безусловно Потому что Во-первых Само наличие Некоторых паразитов Таких как Тексакара Ухудшают зрение Плюс к тому Есть специальные Специальные полисахариды Фитонциды В грибах Высших Баздиальных грибах Препаратах Из них В том числе Улучшается Микроциркуляция Крови В сетчатке Глаза Ну соответственно Это второй момент Плюс те вещества Которые сами По себе Влияют на зрение Ну и так далее И так далее То есть тут Ничего удивительного нет Я часто об этом Слышу Пишут мне комментарии В том числе такие Я провела Месячную Антипаразитарную Программу С грибами Лисичками С нашими И потом Поехала Сделала повторный Биорезонансное Обследование К удивлению Почему же К удивлению Я была полностью Свободной От всех паразитов Значит Только стафилококи Остались Ну это естественно Я очень в восторге От вашей программы И повторю Весной заново Благодарю Два раза в год Дорогие друзья Всем людям Кому дорого Своё здоровье Своих детей Надо проходить Антипаразитарную Программу Какие стадии развития В организме Какой собственно Количественный И качественный состав Ну вот я очень рад Естественно Эта методика Она полностью Избавляет от паразитов Ну 99% видов По крайней мере Всех простых Даже лямбли Которые вот Не являются паразитами И являются паразитарными Одноклеточными Протозоидными Простейшими Тоже Эта методика Избавляет И от эпистархоза Который клетки печени Поедает Пишет Надежда Александровна Добрый день Мне 37 лет Диарея мучает С детства В семье отец рыбак Поэтому речная рыба Была в рационе Каждый день Два года назад Начал очень сильно Болеть правый бок Начала догадываться Что это паразиты Мучили так же Острый понос Сильные головокружения Сыпь Много раз делали УЗИ Сдавали неимоверное Количество анализов крови Кало И все бессмысленно Безрезультатно Все анализы Просто супер Вот имейте ввиду Тоже это да Пили Немозол Пеперозин Пирантел Дело дошло до Бильтрицина Выходило очень много Паразитов Круглых Плоских Очень похожих На апистархозов Выходили шнуры Примерно как От пожеванного Мандарина И в них находились Яйца Но как оказалось Лечение не помогло Боли как были Так и остались Зуд ануса Невыносим Головокружение И понос Ну естественно Дисбактериоз Такими методами Сразу получается Самое малое из зол Что вы посоветуете В таком случае Может ли мне помочь Ваш антипаразитарный набор Идти в больницу Нет смысла Обошли уже всех Кого можно Ну вот это стандартный пример Вот этой проблемы Паразитов Я ведь не просто так Не пугаю Не говорю что-то Так сказать Неестественное Это абсолютно жизненное Если человек плюет На эту часть жизни То это не значит Что жизнь к нему Лицом повернется Человек даже порой Не представляет Что у него есть паразиты А проблемы со здоровьем есть Начиная от усталости Упадка сил До вот проявлений Таких как и сыпь И так далее И прочее Ну естественно Паразитов Очень много видов Да для жителей Речных регионов Особенно Сибири Апистаркоз Очень распространен Его лечить тяжело И порой вот эти препараты Которые предназначены Для паразитов Они ведь созданы Для очень узкой группы паразитов И только малые из них Для широкой Но и эти Безумно токсичные Ядовитые Есть ли натуральные средства Которые даже сильнее Вот этих химических Да конечно есть И всю жизнь так справлялись Знали об этом Вот подробно я рассказываю В лекции Во-первых Гриб лисичка И во-вторых Вот эта лекция Еще раз по паразитам Важнейшая Посмотрите Конечно же я советую Пройти антипаразитарную программу Это месячный курс Естественно с травами Не только С веществом хиномоноза Как главное действующее средство Которое находится В препарате Гриб лисичка Напоминаю Это не сушеные Измельченные грибы Лисичка Это полисахарид Хиномоноза Который добыт Лабораторным путем В определенной концентрации В чистом виде Он представлен В капсулах Которые называются Гриб лисичка Но не только это Там большой список Различных препаратов Растительного И грибного происхождения В совокупности Они дают Очищение От паразитов Практически любых Ну кроме трехинолеза Естественно Там альвеокок И хинокок А в остальных случаях Полностью все Что касается Анального зуда Характернейший признак Паразитарных инвазий И как правило Это может быть естественно И острицы И другие Но тем не менее Нет людей У кого нет паразитов Поймите Просто вопрос в том Какие конкретно виды есть В каком количестве В каких группах тканей Потому что не все Они в кишечнике Вот женщина сделала Все что могла Она побывала Во всех больницах Она лечилась всем Что ей говорил То один доктор То другой Ну вот вам тоже Ответ на вопрос Насколько Квалификация докторов Высока сейчас Ольга Джордан пишет Добрый день Юрий Андреевич Огромное вам спасибо За всю информацию Которую делитесь Подскажите пожалуйста Как избавиться От лямбли детям Примерно год назад В школе или в садике Дети подцепили Часотку в первый раз Потом у ребенка Увидела лямбли Ужасный зуд И до сих пор Не можем избавиться Как детям Очистить организм И так далее И так далее Да и пишет женщина Мы как раз Оформили у вас заказ А вдруг мне что-то еще Нужно и докупить Для очистки детям Во-первых Вы не написали Какой возраст У ребенка Это очень важно До 6 лет Можно в принципе Лисичку гриб потреблять Но только ее Не надо Трутовик лисничный И вот этот сироп Вот эту жидкую Настойку Ультра Которую мы рекомендуем Она входит в общий набор Антипаразитарный Вот этот Который у нас На сайте Надгар.ру Но давайте так Правильно будет сделать Следующим образом Просмотрите мое видео Гриб лисичка Все выпишите Просмотрите мое видео Под грибом Лисичка про паразитов Все посмотрите Выпишите важные моменты Лямбли Это паразитарный Простейший организм Сегодня уже говорил об этом И полный Для взрослых Набор Полностью избавляет От лямбли Тот укороченный Где только лисичка Если маленький ребенок И травы вот эти Для детей допустимы Начинайте только С очень малых доз Ну меньше От рекомендованных В 3-5 раз Для того чтобы посмотреть Нет ли индивидуальной реакции Такой негативной Именно у вашего ребенка Всякое бывает И тогда наращивайте В течение 3-5 дней До рекомендованной мной Для детей Например если ребенок 6 лет Одну капсулу Гриб лисичка Три раза в день До еды За 10-20 или 30 минут Можете вытащить Из капсулы Порошочек Он сладенький Растворите в воде В небольшом количестве Ребенок выпьет Запьет водичкой Спокойно Потому что это вкусно Не противно Три раза в день И плюс вот Травы по инструкции Как для детей Написано в инструкции Как чистить организм В лекции Очищения голодания Смотря какой возраст у ребенка Если уже 10 лет Можно большую дозу Половину от взрослой То что я рекомендую Том же полный набор Просто в 2 раза меньше По дозировке На стандартном питании Весил 65 кг Ну это когда мясо По 4 раза в день ел Как Доринская рекомендует Перешел на веганство Стал весить 60 кг То есть на 5 кг Снизилась масса тела Сейчас мой вес Пишет человек 68-70 кг То есть больше Чем тогда Когда он перешел на веганство Ну спустя какое-то время И больше чем он весил на мясоедении Чего никогда не было Самочувствие Внимательное Супер Не теряйте время И в скобках он пишет Как я сразу Не поверил Юрию Андреевичу Мне он не поверил тогда Ну как и многие Убирайте паразитов Вот опять-таки Убирайте паразитов Здесь кроется огромная От себя уже говорю Проблема Решив эту проблему Вы решаете автоматически Гигантское количество Других проблем И не убрав эту проблему Вы не поймете никогда Да и врачи ваши Лечащие Тоже очень многие И симптомы И причины Других заболеваний И осложнений И недомоганий И так далее Тройчатка Пишет дальше человек Это доступный всем минимум Хотя и не панацея Еще раз Дорогие друзья Вот это вот Пижма полынь По Семеновой Там еще идет гвоздика Это хорошая программа Но она рассчитана Только на тех паразитов Только на тех Некоторые в лимфе находятся На глазном дне Как определенная стадия Личинки таксокары Или там скажем В печени Как апистархоз Или тем более На лямблии Вообще никак А только на тех паразитов Которые в данный момент Времени находятся В кишечнике Все Других вариантов Нет То есть воздействия И потому Это полумера Не надо жить И действовать полумерами А потом будете разочарованы И сказать Все это фигня Нет Потому что вы не поняли Потому что вы поверили В простое Все то же самое Только это маленькая часть Растения Главное вещество Хиномоноза Которое растворяет Даже оболочки яиц Прерывая Как раз цикл развития Паразитов Определенных И потому именно Антипаразитарная Комплексная программа Должна быть терапия А не просто травы Даже Та же тройчатка Пишет дальше человек Плюс спорт Лучше всего бег Я бегаю через день 5 километров А каждый день Можно с непривычки Загнуться То есть плавно Он говорит Баня Сауна Йога Режим сна Убирать всю Химию из еды Сахар Дрожжи Алкоголь И так далее Удача Ну правильно пишет человек То есть то неестественное Что человек Ест Или там Потребляет Для того чтобы получить Какие-то наслаждения И мнимые Да так сказать От того Что неестественно И это конечно Всегда приводит К болезням И к беде Не нужно быть слабым Человеком Нужно быть сильным И жить По здравому смыслу А не угождая себе В наслаждениях И удовольствия Да Пишет Ник такой Трезвость Норма жизни Золотые слова Юрий Андреевич Вы правы Умных много А разумных Единицы Благодарим Но здравомыслящих Становится все больше Я рад этому Это правда Юрий Андреевич Есть такой паразит Как таксоплазма Который может И менять сознание людей Не могли бы Коротко Или подробно Об этом рассказать Известно Например Что около 80 миллионов Жителей США Заражены им И некоторые специалисты Объясняют И этим Неадекватное поведение Людей Ну и в России Есть такие проблемы Мы же не отрезаны От всего мира Заранее благодарим Доброго здоровья И так далее Благодарю Но опять вот вы Тоже невнимателен У меня есть такое видео Таксоплазма Посмотрите Как действительно Меняется сознание людей Как меняется сознание Мышля крыса Которая передает Таксоплазму Заставляет Меняет мышление Так сознание Что она Приходит к кошке Сама на поклон Чтоб та ее съела А через них Мы и заражаемся Этим И надо знать Каждому человеку Особенно Молодой семье Особенно там Где планируются Дети Либо зачатие Происходит И уже ребенок Может развиваться Это жизненно важная информация Обязательно Это мое видео Посмотрите Про таксоплазму Вот опять Набирайте Фролов Таксоплазма Юрий Андреевич Благодарю За содержательную лекцию И предлагаю Сделать видео О том Как вывести Паразитов Из животных Кошек Собак Вашими препаратами Заранее благодарны Кстати я сюда Этот вопрос и поместил Как раз по теме Чтобы уже Закрыть вопрос Берете препарат Гриб-лисичка Если мы говорим о кошках Скажем Средняя Взрослого размера Кошка примерно Да Можете по половинке Содержимого Порошка Одной капсулы Гриб-лисичка Развести в водичке Комнатной температуры Где-то в двух там Столовых ложках Объема воды И Очень хорошо растворив Дать просто выпить кошке Она выпьет до еды Ну за 10-20-30 минут Примерно так Так надо делать Три раза в день Месяц подряд И все будет хорошо Это первое Если мы говорим о собаках От массы тела зависит Маленьким Примерно как кошка Размером так же Если уже килограмм Допустим Десять Можно по одной капсуле Три раза в день Если килограмм Двадцать То уже можно По одной капсуле Утром-вечером А днем Например две капсулы Содержимого порошка Разводить в воде Ну в большем объеме Просто можно развести Чтобы собака Выпила за раз сразу Ну вот собственно и все Если это гигантские собаки Как масса тела человека Среднего там Шестьдесят килограмм Семьдесят То тогда конечно Можно делать так По две капсулы Три раза в день И месяц подряд В баночке Шестьдесят капсул Вот рассчитывайте Сколько вам на месяц надо Ну и соответственно Заказать у нас на сайте Вы можете их Всегда свежайшие С лаборатории С производства Сразу приобрести Какие меры Предосторожности От паразитов Если в квартире Завести кошку Собаку Обработки снаружи Каждый месяц Каждые два месяца Это в ветеринарной клинике Там все вам подскажут Дадут Ошейники Противо там разные Клещевые и прочее Но главное Обрабатывать изнутри В том числе Да А это значит Во-первых И вот то что я уже говорил Плюс ко всему гигиена Коврики дезинфицирующие Мыть После каждого посещения улицы Лапы Дезинфицировать Так сказать Руки Свои протирать Спиртом дверные ручки Обработка Парогенераторами Или озонаторами Помещений Что очень важно И правила гигиены Обязательны Добрый день Юрий Андреевич Благодарна вам За колоссальный труд Который вы делаете Посмотрела лекцию О паразитах Мою лекцию Хочется провести Обследование БРТ Насколько эффективен Метод для выявления Паразитов Биорезонансная диагностика Относительно точна Но она может показать Не только то что есть В данный момент Но и то что было Но сейчас нет Поэтому я говорю Перепроверяйте Если вы хотите проверять Потом После биорезонансной диагностики Вам там обнаружили Там 20 видов Например паразитов А вы пойдите Их сдайте в клинике Официальной медицинской лаборатории Иммуноферментный анализ крови По тем видам паразитов Которые найдут у вас На биорезонансной диагностике Вот это можно сделать Но возникает вопрос Зачем Если это долго Дорого И нет смысла Потому что есть методика Антипаразитарная программа Применяя которую Вы уберете всех паразитов Из организма Но кроме тех Которые находятся В виде цист Фин Когда есть мощная защитная оболочка Ну или такие виды паразитов Как трихинел Некоторые финны Ну допустим Ольвеокок И хинокок Тогда это уже другое дело А в любых остальных случаях Это 99,09% Вам достаточно будет Пройти антипаразитарную программу Чтобы полностью решить Эту проблему Субтитры создавал DimaTorzok